Поступать в Слонимское духовное училище при Свято-Благовещенском женском монастыре приезжают со всей Белоруссии, а также с Украины, России и даже Прибалтики. Доброта, любовь, вера, радость. Давайте жить не только для себя. Счастье, когда ты видишь, что из этого неумелого такого вот утенка вырастает красивая лебедь. И мне приходится наблюдать это вот каждый год, когда мы особенно выпускаем девочек уже в жизни. В училище готовят регентов хора, псаломщиков и иконописцев. Все предметы направлены на то, чтобы начать с самых основ. Воспитать душу, научить молиться. Полученные знания можно сразу применить на практике. Службы в монастыре совершаются ежедневно. Тут же работает иконописная мастерская. Вы смотрите в глаза Матери Божией и вы с ней разговариваете. Вот этого нужно достичь. Но сказать, что этот человек может достичь какими-то своими силами, своим талантом, это невозможно. Это делает Бог. Для всего, для иконы используется самое лучшее. Но золото символизирует собой небесный свет, то есть сияние золота. Металл, который выше которого, наверное, нет на земле, поэтому он используется в иконописи. То есть здесь вот нанесена прорезь, и теперь вот после прорези мы накладываем золото. То есть есть тоже несколько способов золочения. Мы разные способы пробуем. Это здесь золочение на полимент. Сложно представить, что еще 16 лет назад в стенах учебного корпуса размещалась казарма. Вместо молитвы духовных песнопений здесь раздавались армейские приказы, грохотала военная техника. Владыка Галарета обратился к министру обороны. Было получено согласие на передачу этой воинской части православной церкви. Вскоре при училище был образован Свято-Благовещенский женский монастырь. Так что дисциплинный строгий распорядок дня здесь сохраняется по сей день. Прежде всего строгость и любовь. Одно другого не исключает. Воспитанницы училища живут при монастыре, участвуют в церковных таинствах, общаются с монахинями, а после учебы несут послушание. Духовное училище для них это большая дружная семья. Наша дорогая матушка Дарья может по часу сидеть у кровати заболевшей девочки, читать ей сказки, рассказывать разные душевные истории для поднятия духа при болевшей воспитаннице. Обучение в училище длится три года. Поступить в научную форму могут девушки и женщины в возрасте до 35 лет. Главное – желание учиться и стать ближе к Богу и церкви. Аппетит к учебе – это очень важная обстоятельства, которые нельзя игнорировать. Почему? Потому что если человек сыт, как бы ты его не упрашивал сесть за трапезу, он не захочет. А когда человек голоден, и когда он голоден духовно, и он это осознает, он всегда будет стремиться, чтобы напитать свою душу. Для учащихся катехизаторского отделения есть изолочная форма обучения, поступить на которую могут мужчины и женщины всех возрастов. Некоторые поступают ради того, чтобы расширить свой духовный кругозор, чтобы, как они говорят, ближе к Богу быть, ближе к церкви, понять, как жить и куда мы идем. Многие за время обучения приходят к вере, а кто-то даже выбирает монашеский путь. Выпускницы Слонимского духовного училища управляют хорами в кафедральных соборах по всей Беларуси, работают в иконописных мастерских, преподают в воскресных школах. Но интересная учеба и приобретенные знания отнюдь не главная цель. Самое главное – выпускницы те, которые неизвестными регентами стали, а стали хорошими людьми прежде всего. Практически все выпускницы наши очень хорошие стали матушки и добросовестно помогают своим мужьям, священникам. Это очень хороший показатель, это самое главное. Набор Слонимского духовного училища в этом году продлится до 20 августа. Православный портал «Собор.Бай» для телеканала «Союз».